Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области стало основным вопросом на очередном заседании регионального правительства, которое состоялось 11 июля. Ход реализации этой программы – одно из важнейших направлений в развитии Верхней Волжи в целом. В 2023 году в планах провести в нормативное состояние 830 километров автодорог. Как идет эта работа и какие объекты в приоритете, расскажет Валерия Фомина. Реализация Верхней Волжи и программы развития транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области стала основным вопросом заседания регионального правительства 11 июля. Если в 2016 году было отремонтировано 155 километров дорог, то в 2022 – 609, а в этом сезоне в планах привести в порядок еще 830. Тверская область занимает второе место среди регионов ЦФО после Московской по общей протяженности автомобильных дорог. Это 36 тысяч километров. Поэтому ежегодно, в том числе благодаря реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» объем дорожных работ в региональных и муниципальных трассах растет. В этом году по сравнению с 2022 он увеличился на треть. Как отметил губернатор президентом Владимиром Путином, на 2024 год поставлена задача нацелить все программы дорожного хозяйства на приведение в нормативное состояние не менее 85% дорог крупных агломераций и еще более половины – региональных и межмуниципальных. Конечно, территория области огромная, а значит и работа предстоит масштабная. Госпрограмма охватывает несколько направлений. В нее включены крупные инфраструктурные проекты. Это строительство в Твери Западного моста, речного порта и развязки на М-10 в Конаковском округе, создание хорды от М-9 до М-11, дороги от М-9 до Ржева. Новые дороги обустраивают и к инвестиционным площадкам, логистическому комплексу «АвтоВАЗ», заводу «Орион» и промзоне «Боровлева», где сосредоточены заводы и производство, а также их строительство. Все наши объекты новые – это в основном Твери-Калининский район. Это работа по созданию хороших, качественных подъездов к этим объектам. Это новые рабочие места на этих объектах, которые формируются. И у нас в 2024 год очень большая работа по Боровлеву, по Раслова. Пока все идет в соответствии с установленными сроками, будем еще общаться с главным муниципальным образованием. И мы знаем, что есть пожелания жителей нашего региона, наших граждан ускорить ремонт районных и местных дорог. Продолжается ремонт опорной дорожной сети мостов-подъездов к областным учреждениям с социальным объектом. На крупных магистралях устанавливаются камеры фото-видеофиксации. Правительство области оказывает муниципалитетам поддержку в реализации дорожных планов. Кроме того, в 2023 году в области при участии региона отремонтируют около 300 улиц и дворов. На заседании речь шла и также о работе транспортного комплекса на территории. Транспорт в Верхневолжье на сегодняшний день функционирует не только в Твери, но и в некоторых муниципалитетах. И зарекомендовал себя как безопасный и надежный перевозчик. Мы запустили транспортную модель, которая сейчас работает на территориях муниципальных образований Тверской области. Знаем, что у нас еще есть очереди желающие муниципалитеты, которые хотели бы участвовать в этой работе. Надеемся, что по итогам текущего года проанализируем опыт работы. И, конечно, крупные агломерации будут вовлечены в эту работу, в работу транспортной модели. Кроме того, еще одним важным вопросом стала подготовка специалистов для дорожной и транспортной отраслей. Сейчас при поддержке областного бюджета по этим направлениям в колледжах региона учатся более тысячи студентов.